Для любителей современных технологий есть отличная новость. Президентская библиотека переведет цифровую форму более 200 выпусков газет первых лет советской власти и не только. Как сейчас ведется работа по оцифровке изданий и что за уникальное оборудование работает в библиотеке, смотрите в сюжете Алексея Вяткина. Таких во всем мире больше не осталось. Это единственный экземпляр газеты Тобольские губернские ведомости от 23 июля 1902 года. В то время она была одним из главных сибирских изданий. С этих страниц узнавали новости, уже там появилась первая реклама. Декадентские духи, последние в духе времени. Сто лет назад об этом знали все тюменцы. Иногда вот попадутся какие-то интересные, то есть вот зачитаешься и военные, вот интересно было почитать и революционные, вот 17-й год там, дореволюционные тоже что-то происходило. За год специалисты обрабатывают больше 50 тысяч страниц. Все на этих трех машинах. Оцифровывают издания при помощи современных фотоаппаратов. Правда, один лист порой приходится снимать по несколько раз. Этот сканер специально привезли в Тюмени, США. Умная машина напоминает внешне большого робота. Всего за час она может отсканировать целую книгу. Правда, специалистам все же иногда приходится нажимать на паузу. Все зависит от состояния издания. Если оно плохое, то страницы приходится переворачивать вручную. После сканирования начинается кропотливая работа по корректировке изображения и распознаванию текста. Заглавие и вовсе адаптируют к современному языку. Все остальное остается неизменным. Мы не распознаем текст до конца. Мы делаем подложку и закладки. Что должно облегчить поиск в интернете. Но даже такая минимальная обработка одной книги занимает в среднем два дня. Все ради того, чтобы издание стало более доступным. С этой копией может работать читатель как и в читальном зале библиотеки, так и удаленный пользователь. То есть непосредственно вы можете подойти к своему компьютеру домашнему, загрузиться, если у вас есть логин и пароль нашей библиотеки, и ознакомиться с нашими изданиями. Таких на сайте уже больше 10 тысяч. С каждым днем их количество растет пропорционально читательскому спросу. В этих хорошо забытых газетах всегда можно найти что-то новое. Алексей Веткин, Сергей Мякишев, Сибонформбюро.